всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала у нас на улице минусовая погода и уже пошел снег у нас снег хорошо выпал в субботу в субботу воскресенье и понедельник я ролики не выпускала это связано с тем что саша работал он установил на мой телефон второе приложение в такси в общем работал он с двух телефонов ну как с двух программ чтобы было побольше заявок самые первые заявки приходят тем у кого на машинах наклеена реклама как вот на обычных простых машинах где нет никакой рекламы там конечно заказы немножко чуть-чуть слабее и поменьше ну все равно это не мешает саша как бы хорошо поработал эти дни он плотно работал с утра до вечера хотела я на юлин телефон снять ролики мы вчера солнечная была немного погоды и мы вышли на огород с гребли там которая вот с акации нападала пологорода мы получается выгребли мы как разделили огород в общем на три части одна там моя часть другая юлина и олина хотела поснимать она юлин телефон камера снимала очень очень мутно и это связано с тем что телефону юли недавно упал и видно повредилась камера вообще очень плохое качество да и звук как-то стал может быть то что попало туда в динамик разобилась сейчас снежок идет на целый день передали погода у нас на этой неделе практически вся минусовая днем там максимум плюс 5 градусов вообще в ночное время минус 7 минус 5 там бывают даже чуть побольше ну ничего печку мы топим дома тепло вам желаем отличного настроения всего вам самого наилучшего сегодня вот ночью получается как вечером саша приехал до вчера с работы не важно себя чувствую смирили мы температуру была на тридцать семь и восемь и ночью он начал во сне вредить температура поднялась у него почти сорок там тридцать девять тридцать девять и семь по максимально естественно он выпил от температуры жаропонижающий говорит ломит кости горло не болит ухо начало стрелять и большую степень болит перед пояснице он это грешит на то что его продуло погода конечно сейчас обманчивая солнышко немного выйдет кажется тепло на солнце на самом деле весенняя такая погода особенно когда резко тепло и резко холодно она очень сильно обманчива вам еще раз желаю отличного настроения оставайтесь с нами и смотрите какой у нас будет день и чем мы будем заниматься диму в школу завезли сейчас поедем ярослава повезем в больницу на манту погода у нас сегодня пасмурно сколько два градуса данного лица и саша у нас заболел всю ночь с температурой 40 до под 40 39 39 и 7 самое большое было ярослав в больницу так сильно торопится на манту вперед из песни бежит мама говорит я буду первым нам сказали что на манту с 8 до 10 и можете играть без очереди придете скажет что на манту грит и все прошлом раз мы приезжали саши магазинах ложденки здесь вообще не было в холодильник был пустой но здесь сейчас еще более-менее есть и лиман лежит чтобы запаха не было здесь как бы тоже остатки растянули около все носили брали за 209 рублей а это вот это приехали спустя три дня в магазин сахара нету но был по 61 0 9 а в нашем магазине который рядом с нашим домом 90 рублей за килограмм последний раз когда мы брали вот так на полках ну что я задумался привет передавай всем всем привет нету денег ладно магнит в кавказской который находится лук сивок стоит 150 рублей вот такая вот сеточка маленькая сколько тут по весу 250 грамм такая вот сеточка уже прорастает кавычки 219 на полках так тугурцы 179 а вышла кормить кошек они все за мной сейчас еще немножко остынет на улице выставила что постыла и покормить их съездили забрали у светланы вот этого тигрушу и маню вот эту потому что нам в комментариях часто стали писать соседи о том что они у них там мусор раздирают одно другое в общем они должны жить дома забрать их не хотела я конечно забирать думала они там на территории мы туда и приезжали кормить их и пешком девчонки ходили но в комментариях часто стали писать что они там раздражают их что они пакеты рвут мусор и все остальное хотя у нас останется целая куча бездомных бегает и собак и кошек но на данный момент у нас их теперь дома пятеро хочу сказать по поводу вот кошек и собак которые были у светланы знаете саша предупреждал светлану что не нужно брать животных потому что ну ты за ними не будешь ухаживать не будешь смотреть нет она все равно уперлась уперлась дети хотят и кошек дети хотят собак нашлись у нас станицы собака там принесла очень много щенят мы поехали нам люди помогали их ну то есть поймать все привезли этих щенят и вся ответственность легла на мне то есть какие-то выговоры нас встречали в магазине сашей в магните света на ну светланина соседка и говорила о том что деньте их куда-нибудь определите их куда-нибудь там в приют или еще куда-нибудь ну то есть они там ну соседям все мешали светлана собралась спокойненько так села в поезд и и то есть посадили проводили и все и она поехала у нее не ни о чем голова не болит то есть как животными а я должна это выслушивать в комментариях вычитывать сначала нам напишут в комментариях удалят эти комментарии потом пишут но вы все равно эти комментарии удалите я удаляю только те когда оскорбляют а такие я не удаляю я вам ответила там в комментарии потом захожу посмотреть в комментарии смотрю нет этого комментария ну потому что здесь тепло и большую часть они живут сами по себе сколько вот едешь по трассе на каждой заправки по очень много очень много животных брошено кошек собак в полях их особенно целая куча я понимаю что в сибири ну как бы холодно морозы когда стоят животные не все выживут а здесь у них благодать а вот в сочи кто часто приезжает не только в сочи ну я скажу на своем примере когда вот мы жили в сочи и там кошки вообще живут на машинах постоянно заляпанные машины потому что но вот эти вот капоты где тепло вот машина только приехал на же горячий еще кошки садились там особенно вот в прохладную погоду они всегда на машинах и их там просто тьма тьмущая сейчас конечно не у нас здесь буду думать куда их определять да у каждого в семье есть свои животные особенно дворняк никто не любит и мало кто их привечает стараются все ну каких-то породистых себе собак взять там любимчиков своих но постараюсь куда-нибудь их пристроить конечно куда в принципе целая куча у нас как бы ну не как бы а дети мы приехали нам досталось покупкой дома две собаки это найда и цезарь и две кошки но теперь у нас пятеро кошек и пятеро собак и конечно мы их кормим поем покупаем каши готовим помимо того что корм еще также добавляем потому что светлана вообще своих кошек она чисто покупала вот это жидкую и сухую обычную пищу она им не давала и нам их сложнее вообще перекармливать поэтому они и бегают шныряют вот приедем и их покормим там кашу брали самую дешевую такую тушенка в красных банках магнитах продается светофоре она продается тоже туда вот жир добавляли все это приготовишь какие-то супы все ты вместе перемешаешь они не едят а вот надо только такие вот магазинные вкусняшки это очень сильно накладно открываю саша уже вышел пока я болтала мы поехали диму забирать из школы и надо заехать сегодня у нас вторник мусор прошлый 100 вторник когда я снимала ролик по поводу того что мусор на 8 марта забрали работали все хватит болтать соскучилась по вам много с вами не болтала теперь рот не закрывается после школы заехали саши вот купила вот такой ему норафен у меня просто уже закончился там одна таблетка осталась и вот такие вот пакетики взяли сказали хорошую тут пять пакетиков здесь не надо навести ревизию в лекарствах это потому что ночью саша искал таблетку от температуры и метод немного все перевернуло просто особо в лекарствах не знает где что находится я его понимаю поэтому сейчас я буду здесь наводить порядок у меня есть тут антибиотики но это для детей каролиночка у нас сейчас чувствует себя тут хорошо потому что уже нету никаких аллергических реакций ничего высыпания ниоткуда нету дай бог все хорошо мы пропи прошли курс лечения все пропили хорошенько и больше ничего это мои от давления такие вот у нас тут это конечно не все коробки у меня вот таких вот еще две где там чисто таких таблетках от кашля от температуры а дима у нас грустил недавно до спрятался в комнате расскажу вам сейчас ай да и ты тоже тебя еще не показывали дима всем привет дима приехал со школы пообедал и позвала и позвал меня в комнату горит мам я тройку получил ты рисовала и мама и папа да чё сынок невнимательность твоя до конце предложения до следующий раз будет внимательнее первая наша тройка исправишь еще одна будет контрольная ты исправишь но я в тебя верю поэтому мы его не ругали да мама ничего не сказала при обняла он чтение заплакал я единственная всегда говорю не торопись будь внимателен проверь несколько раз всегда так говорю куда торопился побыстрее сделать и сдать нет что это такое губки мазать тебе еще рано губки тебе это у нее тут рюкзачечек дай покажу подожди мама да плакала то что я ее не сняла расчески у тебя есть да я груну давай покажу тебя что у тебя там в рюкзачке а то пока с димой разговаривали ой какие красивые бусы да это все что нам присылали все что нам дарили она бережно к этому относится подожди подожди вот так вот тут твоя мама поправит ну-ка еще давай поправим сейчас мама как-нибудь камеру настроить ой как красиво да мы ко всем подаркам бережно относимся правда правда снимать будешь давай я помогу молодец сама что у тебя там еще есть модница слезки катятся сладко сколько резиночек да ой какая красивая правда ну да я посмотрю что у тебя там в рюкзачке дай сколько у тебя там резиночек ой сколько много там всяких разных у нее всякие всякие красивые красивые конечно губки рано тебе еще губки вот такие скажи красивые у нее тут у нее здесь еще есть заколочки браслетики там ой сколько много все возвращаю назад ты пока пока будешь говорить давай прощаться с нашими зрителями давай губки хочешь мазать не надо не надо доченька не надо попозже ты давай пока пока всем говори пока пока принесла с подоконника на кухонный стол рассаду хочу вам показать наши перцы вот эти нижние листочки они здесь завяли я думаю может быть от того что на солнечная сторона там была когда стояли они подгорели так в принципе хорошие стоят тут вот вон на них баклажаны где я досеивала еще вот начинают проклевываться это первые так это первая партия которой вот я сеяла тут местами вот эти взошли остальные все были пустые я досеяла и вот местами где видно не глубоко посадил они уже проклюнулись здесь у меня лимон сейчас буду его мыть ополаскивать три косточки посеяла вот они уже подросли как маня там сидит гостей намывает те помидоры которые я залила и семена у меня сгнили сюда я потом досеяла помидоры бычье сердце вот уже начинает проклевываться накрыть местами тут где-то еще смотрела видела ну ладно не буду вот эти рассада у нас сорт деборао розовый вот как они уже как бы так показать мутнеет все сейчас я тут земельку прорахлю спасибо огромное нашей подписчице которая нам посоветовала в комментарии написала я ложкой боковой ну то есть землю эту взрыхлила она нам написала сделайте из вилки себе как мини такие грабельки и удобно будет я уже их сделала и сейчас закончу съемку и прорыхлю пропрыскаю так на листочке у меня маленькая такая бутылочка есть и все вот к цезарю бегали побежали Оля вышла они побежали за ней сейчас тоже пойду на улицу надо управиться там укури в ограде тоже все из-за ветра тут налетело надо тоже наводить порядок ну чеснок ну чеснок хорошо прижился местами конечно где-то вон пропал наверное где совсем прям маленький был может еще поднимется а здесь куры видно побывали сгребали все подряд надо порядок навести опять эта вся эта штуковина налетела надо убирать вот она на поле вон сгребали сгребали и все равно опять налетела всем привет привет я уже тут оконцовку записываю попрощаться а Оля же еще в кадре не была мы тут Оля тут молотком ну-ка покажи вот долблю долблю мы тут кое-что забивали с ней Саша у нас вышел из строя болеет поэтому он и так сегодня за рулем побыл сейчас пообедал и отдыхает а мы с Олей тут на огороде кое-что там приколотили а то куры туда пролезли и весь чеснок там разгребли мы тоже мастера на все руки тоже мастера на все руки в этом ролике мы будем с вами прощаться увидимся мы с вами совсем скоро всем отличного настроения всего вам самого наилучшего самое главное это крепкое здоровье берегите себя и своих близких до новых встреч пока 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 субтитры